Как очистить Арктику от промышленного мусора и что сделать для сохранения популяции сиговых и лососевых рыб? В столице Заполярья обсудили вопросы сохранения уникальных водных объектов. За круглым столом собрались представители власти, нефтяники, эксперты и общественники. Мероприятие провели в рамках Дней реки Печоры. Алина Ваучейская продолжит. На гостеприимной Ненецкой земле сегодня встретились те, кому небезразлично будущее Великой реки Печоры. Той самой, у которой живут оленеводы и рыбачат рыбаки. А за круглым столом представители законодательной и исполнительной власти различных уровней, приглашенные эксперты и экологи. Первым слово взял глава региона Юрий Бездудный. У нас в округе более двух тысяч рек и озер. И все они нуждаются в определенной степени в защите. Хотелось бы, чтобы этот круглый стол стал площадкой, где ученые и эксперты будут подсказывать, как правильно защитить все это богатство и передать в руки наших банок. Безусловно, Печора – транспортное отель. Для нас очень важно, чтобы в рамках этого круглого стола мы обсудили очень насущный вопрос, связанный с дном углублении. Не секрет, что река милеет. И вопрос этот чрезвычайно сложный. Он стоит на повестке федерального правительства. И мы очень рассчитываем, что с привлечением федеральных денег в следующем году начнется дно углубления. Предложение губернатора о продолжении взаимодействия с федеральной властью в части выделения финансирования на дно углубления Печоры внесли в резолюцию круглого стола. Как и решение по организации более усиленной работы по контролю за деятельностью нефтедобывающих компаний. В пример привели весенний разлив на Колве. Кроме того, следы жизнедеятельности недропользователей в виде накопленного промышленного мусора, будь то цистерны, нефтяные хранилища и старая техника, наносят вред экологии арктического побережья. На это обратил внимание депутат Госдумы Сергей Коткин. По большому счету, это, конечно же, вопрос о здоровье. От того, в каком состоянии находятся водные ресурсы, напрямую зависит не только наше здоровье, но и жизнь последующих поколений. Известно, что 80% всех болезней мы получаем из-за некачественной питьевой воды. В условиях растущей техногенной нагрузки на окружающую среду наши реки, озера, подъемные воды подвергаются загрязнению. При этом наибольшее негативное воздействие на водные объекты округа связано с предприятиями газовой и нефтепрорабатывающей промышленности. Один из ярких примеров по промышленному загрязнению территории – Амдерма. После расформирования авиационного истребительного полка, которое произошло в 90-е годы, в поселке осталось множество старой техники и другого военного оборудования. Как говорят эксперты, очистить территорию за один раз невозможно из-за ряда факторов. Реабилитационные мероприятия также в Ненецком округе, они чрезвычайно снажны. Почему? Потому что природные географические условия, то есть это наличие так называемых многолетних мерзлых пород, вечная мерзлота. Это довольно-таки короткий промежуток теплого времени года. Это проницаемость почвенного покрова для воды и воздуха накладывает особые условия на проведение реабилитационных мероприятий, связанных с очисткой почв от промышленных загрязнителей. Владимир Алискевич, который выступил на круглом столе в качестве эксперта, отметил, что для эффективной очистки арктических территорий необходимо усилить сотрудничество между органами власти, наукой и бизнесом. Руководитель регионального департамента природных ресурсов, экологии и АПК в свою очередь подчеркнул, что в Ненецком округе сейчас делается большой упор на оперативную работу с федеральными ведомствами. Уже есть положительные отзывы от жителей поселков, располагающихся в городе Чубы. Люди оценили и те изменения, которые по карской группе, Сергей Николаевич, также на отдельную благодарность, что на федеральном уровне не стоит эта проблема. Поэтому, мне кажется, пример взаимодействия с федеральным агентством Досрабовства, больше всего с Василием Игоревичем Соколовым взаимодействовали, он такой, я бы сказал, без ложной скромности образцовый. И, я надеюсь, со всеми федеральными ведомствами мы будем устраивать взаимоотношения в таком подчете, что по мере возникновения проблем мы обращаемся, и эти проблемы очень оперативно рассчитываются. Вместе с тем, на Печоре в последние годы становится все меньше рыбы, лососевых и сиговых пород. Об этом, ссылаясь на данные научного сообщества, заявил министр сельского хозяйства Республики Коми Денис Шаронов. По данным Института биологии Северного полярного института рыбного хозяйства и океанографии, первопричиной деградации рыбных ресурсов является несанкционированный и нерациональный вывод, что быстро приводит к их истощению. В бассейне реки Печора и ее притоках в условиях неконтролируемого рыболовства в первую очередь сокращаются запасы лососеобразных рыб и других видов рыб, имеющих высокую коммерческую значимость. И с каждым годом ситуация ухудшается. По экспертной оценке, количество рыбы, отлавленной в масштабах любительского и несанкционированного рыболовства, при всех допустах превышает промысловую в несколько раз. Непрекращающаяся производственная деятельность затрудняет процесс естественного восстановления их численности. Как отметил в докладе Денис Шаронов, для сохранения и восстановления популяции рыбы необходимо совместными усилиями построить рыборазводный завод. О такой необходимости в своем выступлении заявила и руководитель территориального отдела Росрыболовства Анастасия Бруквач. Одним из важных решений для того, чтобы воспроизвести сиговые породы, которые уничтожаются частиковыми видами рыб, необходимо строительство перерабатывающего завода для либо цеха для частиковых видов рыб, таких как окунь, плодва, щука, из которых производится дешевое сырье, используемое в сельском хозяйстве. И в значительной мере мы сможем воспроизводить водно-биологические ресурсы, которые выпускаются нашими недропользователями для воспроизводства. Учитывая, что они выпускаются очень маленькими, и большая их часть погибает из-за частиковых видов рыб. То есть первая важная задача для сохранения водно-биологических ресурсов – это сохранить баланс частиковых видов рыб и центров видов рыб. Круглый стол, приуроченный к дням Печоры, стал площадкой для обмена мнениями. Все предложения, озвученные в ходе дискуссий, внесены в резолюцию, которая в ближайшее время будет доработана и принята.